Максим Бочаров, пулеметчик 705-го стрелкового полка 121-й дивизии, 29 августа 1943 года, шел со своей ротой в атаку на деревню Осмолова. Только что отгремела Курская битва, и советским войскам был дан приказ гнать врага на запад, не давая ему остановиться и закрепиться на новом рубеже обороны. Но в Осмолова немцы находились уже долго и постоянно укрепляли свои позиции. Усугублялось положение советских частей, штурмующих деревню тем, что только что при форсировании реки Сейм был утоплен боезапас, и бойцы шли в атаку, не имея запасных патронов и снарядов. Младший сержант Бочаров огнем своего ручного пулемета поддерживал продвижение нашей пехоты. Как мог он экономил патроны, но чуда не случилось. Бой затянулся, и вскоре все взятые с собой запасные тарелки Дегтярева оказались пустыми. Вот и помощник растерянно разводил руками, мол, все кончилось. Красноармейцы хоть и подошли вплотную к оборонительной линии противника, но никак не могли ее прорвать. Тем более, что немцы-то патронов не жалели и поливали советских бойцов свинцом от души. Вот и сейчас где-то рядом с позицией Бочарова бесперебойно строчил немецкий МГ. Создалась критическая ситуация, наступательный порыв был сломлен, красноармейцы стали клониться к земле, ища укрытия, залегать в складках местности, и советская рота оказалась на грани поражения. Надо срочно было что-то делать. Тогда Максим Бочаров пошел на крайне рискованный шаг. Он выследил место, откуда немецкий пулемет ввел огонь, и в момент, когда тот перестал стрелять, преодолевая страх и проявив необычайную смелость, стремительно ринулся к нему со штык-ножом. Немцы открыли ураганный огонь по бегущему, но младший сержант смог пробежать открытое место и, ворвавшись в окоп в рукопашной схватке, уничтожил немецкий пулеметный расчет, а потом развернул трофейный МГ против бегущих на помощь своим гитлеровцев. Как написано в наградном листе героя, товарищ Бочаров начал разить немчуру, патронов теперь было много, и, выдержав две мощных контратаки на свои позиции, уничтожил 30 противников. Этот подвиг воодушевил советских бойцов, и они, ринувшись в прорыв, созданный младшим сержантом Бочаровым и при его последующей поддержке, уже скоро овладели деревни Осмолова. Но на этом наступление не закончилось. На следующий день, уже сражаясь за деревню Марково, для советского подразделения опять сложилась тяжелая ситуация. Они никак не могли взять высоту, на которой закрепился противник. Здесь опять отличился Максим Георгиевич. Проявив смекалку и найдя брешь в обороне противника, он с двумя пулеметами, своим и трофейным, смог пробраться в тыл обороняющимся немцам и открыл по высоте ураганный огонь сразу из двух пулеметов. В этой внезапной атаке он уничтожил два пулеметных расчета и до 20 гитлеровцев, а немцы, подумав, что их окружили, сдались в плен красноармейцам. Причем лично Бочарову сдалось пять солдат вермахта. Продолжая наступление и выполняя приказ командования быстрее гнать немцев на запад, 705-й стрелковый полк уже скоро подошел к реке Днепр и форсировал ее под сильным артиллерийским огнем. Максим Бочаров со своими товарищами шаг за шагом очищал берегат фашистов и вел бои по расширению плацдарма. А когда подразделение ввязалось в бой за село Козоровиче, то в одной из атак был убит командир советской роты. Автоматно-пулеметный огонь противника снова заставил красноармейцев залечь, снова сложилась критическая ситуация и снова положение спас младший сержант Бочаров. Поднявшись в полный рост, он увлек своих товарищей в атаку, которые с криками «Ура!», не обращая внимания на огонь противника, прорвали его оборону и ворвались в село. За проявленное бесстрашие и боевые заслуги перед Родиной младший сержант Бочаров Максим Георгиевич 17 октября 1943 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Максим Георгиевич был уроженцем села Солодники Астраханской области, до войны работал кочегаром на судах Нижневолжского речного пароходства, а после Великой Отечественной проживал в Волгограде и работал шофером. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания.